всем привет сегодня суббота после обеда время я растопил баньку и вот меня не покидает мысль что у меня вроде бы все есть для нормальной жизни деятельности но чего-то не хватает в разных местах она называется по-разному назовем его маленькой скамеечкой для того чтобы например чистить картошку перебирать грибы ягоды и ну и многое другое чтобы от земли я думаю сантиметров 30 хватит была посадка нашел такие обрезки обшивочные доски она не совсем подходит брусок но тем не менее попробуем что-нибудь сделать начнем с разметки так как я уже определился мне надо высота 30 сантиметров ну во первых делаем чтобы кончики были ровные у нас это вот будет доска на которой я буду сидеть а это будут две ножки но это будет перемычка вот получилось примерно так сейчас меряем высоту которая у нас будет ну 30 сантиметров под уголок отмечаем и отрезаем поэтому же принцип отмеряем вторую здесь уже проще отрисовываем лобзиком вырезаем вторую ножку так как здесь доска обшивочная неровная и это надо все убрать на ножках поэтому мы сделаем это электро рубанка ну вот мы отпилили сейчас кончики немножко подровняем болгаркой далее просверливаем отверстие с другой стороны просверливаем далее меняем сверло на более толстые небольшие углубления делаем чтобы головка шурупа спряталась другой стороны пора собирать ну все у нас есть все нормально ничего не треснуло так вторую сторону если не сделать здесь какую-то перемычку то он будет неустойчив и скорее всего что сломается поэтому попробуем вот с этого что нибудь вырезать отрезаем ножовочкой чтобы было ровно примерно так ну это грубовато сейчас что нибудь чтобы он веселее стульчик мой выглядел что нибудь отрисуем и лобзиком вырежем для начала проведем какую-то линию такую волну ну вот вырезали ну я думаю так уже будет немножко веселее сейчас и обработаем болгаркой и вот то что вы приготовили ну вот видите вот так получилось немножко фигурно скажем так и здесь также шурупчиками прикручиваем прежде чем прокрутить надо терлышком дырку сделать смотрим что более ровно было с этой стороны также просверливаем дырочку намечаем сверлом не промахнуться и закручиваем также шурупы ну шурупы вот такие беру побольше чтоб тонкий большой длинный чтоб он все-таки держал потому что на нем придется сидеть ну вот видите он получился плотный но что-то еще не хватает где-то я видел раньше делали вот здесь дырку чтоб одной рукой его раз и понес давайте наверное тоже попробуем сейчас найдем центр ну вот я под руку вот наметил по центру такое отверстие сейчас пропилим и посмотрим нормально это будет или нет ну вот получилось такое отверстие посмотрим вот так его рукой раз подхватил чтобы не брать как-то его за две стороны удобно для транспортировки место на место потратил минут сорок а главное пригодится в хозяйстве наверное еще его крою лачком чтобы он хорошо сохранялся есть остатки яхтного лака вот им раза три пройду будет сам а то и